Доклад должна была представлять Альфия Эрикова, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла приехать, поэтому ее доклад доложу я. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что не всех своих пациентов мы видим здоровыми и в ремиссии долгое-долгое время. Через какое-то время часть наших пациентов прогрессирует, и у них появляются отдаленные метастазы. В этом случае встает вопрос уже о неизлечении пациентов, а максимальном продлении их жизни и улучшении качества их жизни. Большую часть метастатического поражения занимает метастазы в кости. Если посмотреть в процентном соотношении, то это первое место – рак молочной железы, рак простаты, в меньшей степени рак почки, рак легкого и злокачественного образования ЖКТ. Рантлигант – это основной медиатор в пороченном круге костной деструкции. Пока не существует опухолевой ткани, остеобласты и остеокласты живут достаточно мирно. Остеобласты выделяют ранг легант, который активирует остеобласт, и таким образом все достаточно протекает планомерно. Процессы синтеза сопоставимы с процессами лизиса. Но когда появляется опухолевая клетка, она двояко начинает действовать на остеобласты. С одной стороны, она вызывает их бесконтрольный рост, и в этом случае формируются остеобластические метастазы. Либо же опухолевая клетка активирует остеобласты таким образом, что они начинают производить избыточное количество ранг леганда. И в этом случае активируются остеокласты в большей степени, чем необходимо, и возникают остеолитические метастазы. Ну и также смешанные в том числе. И развивается так называемое костное осложнение. К костным осложнениям признано относить это хирургические вмешательства. Хирургические вмешательства производятся либо по поводу уже патологических переломов, либо в качестве профилактики формирования патологических переломов. Компрессия спинного мозга. Компрессия спинного мозга – это ситуация ургентная в онкологии, которая требует обязательного медицинского вмешательства. И лучевая терапия. Лучевая терапия проводится в двух вариантах. Либо однокрупная фракция, либо несколько мелких фракций. Как показало исследование, разницы в купировании болевого синдрома нет. Но в плане долгосрочной перспективы лучевая терапия несколькими фракциями более эффективна, потому что пациенты больше не возвращаются, как правило, на повторные курсы лечения. Костомодифицирующие агенты делятся на две группы. Это бисфосфонаты и группа моноклональных антител. Костомодифицирующим агентам группы бисфосфонатов относится кладроновая кислота. Применяется при остеолитических метастазах, мейломной болезни. Дозировка зависит от степени выраженности болевого синдрома. Принимается как таблетированный препарат. Следующий препарат – ибандроновая кислота. Это азотсодержащий бисфосфонат. Принимается также внутрь ежедневно. Паминдроновая кислота. Также бисфосфонат азотсодержащий. Ну и самый эффективный из бисфосфонатов препарат – это азолитроновая кислота, который содержит два атома азота. Препарат вводится в дозировке 4 мг. В течение 15 минут каждые 3-4 недели. Следующий препарат – это как раз-таки следующая группа препаратов. Это моноклональная антитела – это доносумаб. Дозировка этого препарата – 120 мг один раз в 4 недели. Применяется при метастазах в кости солидных опухолей. И, что немаловажно, этот препарат не требует коррекции пациентам, у которых есть почечная недостаточность. Это схема приложения. Где же работают, на каком уровне работают доносумаб. Доносумаб как раз блокирует ранг-легант и не дает ему воздействовать на остеокласт. И тем самым тормозятся литические процессы в костях. В то время как бисфосфонаты действуют на все этапы формирования остеокласта. От момента его созревания до программирования его апоптозы. Тем самым также снижаются литические способности остеокластов. Сравнительный анализ был проведен в одном крупном исследовании – 136. Сравнивалось, рекрутировались пациенты в две группы стандартные. Это доносумаб подкожный плюс внутривенно плацебо. Вторая группа – золидроновая кислота внутривенная. Плацебо подкожный. Первичной конечной точкой, которая исследовалась в этом исследовании, было время до первичного исследования костного осложнения. И в случае достижения первичной конечной точки исследовались вторичные конечные точки. За костные осложнения в этом исследовании принимались патологические переломы, лучевая терапия, хирургические операции на костях, также компрессия спинного мозга. Группы набранных пациентов были равнозначны по полувозрастному составу, по соматическому статусу, по ранее проведенной терапии, по биологии опухоли, по наличию или отсутствию отдаленных метастазов в висцеральных и других органах. Первичная конечная точка медиана времени до первичного исследования костного осложнения для ДНСУМАБа в этом исследовании не была достигнута, в то время как для золендроновой кислоты составила 26 месяцев и показала снижение риска на 18%. Достоверно меньше костных осложнений было в группе ДНСУМАБа по сравнению с золендроновой кислотой, что составило в цифровом выражении 23% снижения риска. Кроме того, оценивался в этом исследовании уровень костных маркеров в ходе лечения на 13-й неделе, оценивался уринальный телопептид и креатинин. И было показано, что более эффективно снижают маркеры костной резорбции ДНСУМАБ, нежели золендроновая кислота. Средняя частота, как одна из контрольных точек, средняя частота костных осложнений и снижения уровня маркеров костной резорбции ДНСУМАБ снижает частоту на 22%. Применение ДНСУМАБа подкожного приводило к более значимому снижению маркеров костной резорбции по сравнению с золендроновой кислотой. И время до первого выследования костного осложнений или эпизода гиперкальцемии также показало превосходство ДНСУМАБа и 18% снижение риска. Но, тем не менее, общая выживаемость в обеих группах оставалась одинаковой и не показала значимости ни для того или иного препарата. Также оценка проводилась по профилю безопасности этих препаратов. Было выделено 20 наиболее клинически значимых осложнений и проведен анализ. Такие нежелательные явления, как лихорадка, боли в костях, озноб, боли почечной недостаточности, диспепсия, были характерны для золендроновой кислоты, для группы ДНСУМАБа это была зубная боль, которая не была связана с остальной негрозой нижней челюсти и гипокальцемией. Частота нежелательных явлений, связанных с нарушением функции почек, была ниже в группе ДНСУМАБа примерно в два раза. Частота нежелательных явлений в группе ДНСУМАБа была примерно такая же, как у пациентов, не получавших ДНСУМАБ. Ни одного из пациентов в группе ДНСУМАБа не была прервана терапия вследствие почечной недостаточности. В то время как в группе золендроновой кислоты потребовалось прекращение терапии в связи с наступлением остропочечной недостаточности. В связи с этим проводилась доза коррекции препаратов, для золендроновой кислоты была снижена у 13%, и у 6% было временно прекращено введение из-за развития почечных осложнений. ДНСУМАБ ни разу не потребовал задержки дозы в связи с почечной токсичностью. Таким образом, показаниями к применению остеомодифицирующих агентов при метастатических поражениях являются наличие метастазов опухоли в костях, остеолистических, бластических и смешанных, диагностированных методами лучевой диагностики. Все-таки диагноз надо подтверждать. Терапию остеомодифицирующими агентами надо начинать сразу после выявления метастаза в костях, даже при отсутствии клинических симптомов. Когда же имеет смысл переводить пациента заледроновой кислоты на ДНСУМАБ? Когда невозможно назначать и продолжать терапию без фосфонатами из-за нарушения функций почек? И когда терапия без фосфонатами стала неэффективна в связи с возникновением новых очков? Показаниями к назначению ДНСУМАБа являются нарушение функций почек по клиренсу кретинина, наличие болевого синдрома, наличие множественных метастазов, при преимуществе поражения осевого скелета с риском патологического перелома, при отсутствии адекватного венозного доступа и при ожидаемой продолжительности жизни более 3 месяцев. Длительность лечения не определена, но считается, что она должна продолжаться до появления клинически значимых осложнений, существенного ухудшения состояния вследствие прогрессирования заболевания. Прогрессирование метастатического процесса в костях не является поводом для отказа от лечения без фосфонатами. ДНСУМАБа. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok